Привет, друзья! Подписчики мои, что у нас сегодня? У нас сегодня новенькая, прекрасная Валькирия против всего нового сезона. И, честно признаться, я даже забыл уже какой-то сезон. Шестой, пятый, четвертый или третий. А-а, кто знает, в комментариях напишите. Вы просили протестировать ее, естественно, я протестирую. Просто, ну, я был сейчас не совсем в студии в этой, я был в другой студии, в другом городе. Вот так уж сложилась жизненная ситуация. Вот, поэтому сегодня вот я здесь и будем снимать. У меня все волчки на месте, погнали. Итак, давай сразу проверим Валькирию, как она вообще работает на нормальной белой арене. Потому что многие просили убрать ту арену из кадра. Я с вами солидарен. Та арена, то еще удовольствие. Но и это, на самом деле, имеет вопросы. Погнали! Я не хочу играть на огромной белой арене, друзья мои, с принципа, потому что, друзья мои, во-первых, ту арену немногие могут себе позволить, да, в точке зрения денег. Во-вторых, эта арена идет в наборе. То есть, есть наборы, атаканатомик, где есть арена, волчки. Поэтому тестирую на, так сказать, классической оригинальной арене. Почему? Ну, вот так вот, как бы вот так вот. Вот. Та большая, слишком хайповая. Да и плюс там есть нюансы. Я о них уже говорил, когда мы обзорвали ту арену. Не понравилась мне она. Она понравилась, но она именно для битв вдвоем. То есть, там есть некоторые нюансы, и вот одному играть они неудобно. А вот это, в принципе, меня устраивает. Вот такая вот была Валькирия. Погнали и попробуем запускать. Первый волчок Рафаэль. Прикольно, что я вижу комментарии от людей, что, типа, о, я, я Рафаэль! Это же меня так зовут! Ну, прикольно. Погнали! Первая битва. Валькирия против Рафаэля. Рафаэль поднимает свой защитный барьер и пытается защищаться от Валькирии. Но Валькирия нападает. И Валькирия, друзья мои, проигрывает. А я всегда вам говорил. Всегда. Вы уже 4 года меня за это... Я, я, серьезно, если бы я с 2018-го говорил то, что Валькирия! Это самый лучший в мире вейблейд. То, что Вальтаой самый классный блейдер. Реально, у меня было бы не 300к, а миллион 300к. Потому что я реально многих людей, ну, дико вывожу тем, что говорю, что Валькирия отстой. Но фишка в том, что вы смотрите мультик, вам нравится Валькирия, но вы ей постоянно проигрываете. То есть, ну, реально. И поэтому, как бы, вы меня хэтите, потому что вам нравится этот бэй в мультике. Но бэй в мультике не то же самое, что бэй в реале. Да, поэтому, как бы, вот. Погнали, что? А, ну, кроме, наверное, Феникса. Феникс реально топ. Вообще просто пушка. Вот. Выбивание с ринга для максимума белила. Да, действительно, друзья мои, иногда Валькирия может отстаять. Она показывает то, что у нее есть сила. Тем не менее, ну, вот, в большинстве случаев, допустим, с внослими, там, бэйблейдами и так далее, она проигрывает. Она выкинула максимума белила, это максимальная случайность, но мы записали. Мы это записали. Вот сейчас был неудачный запуск с моей стороны Валькирии, и она потеряла равновесие, и рактавор на изи ее выкинул. А вы говорите сильная. Как вот она может быть сильной, если рактавор ее выкинул? Ну, что такое вообще-то, рактавор всего лишь. Мы продолжаем, продолжаем батл против, а я не знаю, да, против нового Феникса. Попробуем ее протестировать немножко. Итак, Валькирия против Феникса. Кто же победит новый Феникс, друзья мои? Да, вот такой у нас интересный сегодня бэйблейд. А вот, итак, кто же сегодня Феникс? Ну, конечно, Феникс, я как бы даже, ну, я бы так спросил чисто риторически, потому что, ну, камон. Дальше идем, Астрал Сприган, который вращается влево. In the left, Астрал, вспомни, стоп, перезапуск, у меня спускалка трабл, опа, нормально, отлично. Сокрушительная, друзья мои, победа, потому что, да, с одной стороны Валькирия не разобралась, но, тем не менее, она проиграла вообще максимально по-детски Спригану. Это интересный факт. А кто остался? Вот, смотри, Фафнир, у нас еще есть Фафнир, который тоже хочет сразиться. Ну-ка, давай посмотрим. У Фафнира есть резиновые вставки, Фафниру это очень добавляет, так сказать, интереса среди общественности. Тем не менее, сегодня он, а ничья? Он почти проиграл, но у нас вышла ничья. А это говорит о чем? То, что Валькирия, ну, не победила, да, как бы, как минимум. Так, кто еще остался у нас? Должен быть, вот он, обычный Бериал. Попробуем его. Это классная пускалка, друзья мои, от Спригана, Ледженда. Кто еще не купил его с пускалкой, то прям всем рекомендую. Мне нужно было, когда я канал открывал, 20 июня 2018 года, надо было сразу заказать двух Ледженд Сприганов. Реально. И тогда у меня вообще проблем бы не было, потому что первые вот ролики на канале с отстойными пускалками, но это был трэш. Друзья мои, максимум, ой, обычный Бериал одолел Валькирию, причем даже, ну, как бы, не вспотел, поэтому что же делать. Идем дальше. У нас великолепный Бахамут вырывается на арену. Погнали. Итак, у нас Валькирия против Бахамута. Интересно, что будет происходить сейчас, друзья мои. Валькирия, они сталкиваются, у нас UFC, реально. Они пытаются друг другу показать, доказать, что они еще могут. Вот, Бахамут очень сильный волчок, и он побеждает Валькирию. И я, опять же, не понимаю, Дакаратоми, зачем было выпускать недавно? Кстати, где она? Она же должна быть, получается, в этой коробке, да? Вот же она. Зачем было выпускать вот эту Валькирию? Буквально через пару месяцев выпускать за ней новую Валькирию. Чтобы что? То есть они поняли, что эта Валькирия очень слабая. И они такие, ага, тогда мы сделаем Валькирию еще слабее. Вот оно, как мы умеем, понимаете, да? То есть не надо. Зачем прокачивать Валькирию? Зачем делать ее топчиком? Мы сделаем Валькирию еще хуже. Хотя наравне с прошлой версией новая гораздо сильнее. То есть она прям такая вот этот поворот. Но по факту, ну как бы, все это не имеет никакого смысла. Мы идем дальше. У нас волчки стандартного каста закончились. Все остались. У нас только рандом-бустер. А нет, подожди, вот еще Лангинуса нашел. Лангинусу, друзья мои, я нашел. Будем проверять его. Будем проверять его. Выбивание с ринга, ребята. И я хотел, знаешь, что сделать? Хотел проверить Лангинуса. И я еще хотел проверить бой. В смысле, Лангинус перепроверим, перезапустим. Хотел еще с Максим Берелом пересразить. Потому что, ну, я не верю, что... А вот сейчас Валькирия проиграла, да, как бы. Вот. Я не верю, что Максим Берел смог проиграть Валькирии. Ну, это невозможно. То есть физически это как это работает. Зачем он тогда такой нужен, да, если он Валькирии проигрывает? Да нет, я думаю, просто был запуск изначально неудачный. Поэтому вот. Такие дела. Слушай, ну, как-то Берел как-то не особо убедительно дерется с Валькирией. То есть он вроде бы и нападает, вроде бы пытается обороняться. А тем не менее не хватает ему какой-то уверенности, да. То есть из-за, возможно, лишнего веса, так скажем. Он вроде мощный, угрожающий. Тем не менее у него не хватает сил справиться с Валькирией. Она немножко перекручивает. При этом все равно Берел побеждает. Но не так убедительно, да. То есть я не могу 100% уверенствовать то, что если там у вас есть Валькирия, а у соперника есть Берел, вы сразу выиграете. Есть вопросы, есть нюансы. Ну, а так, я думаю, вы сегодня сами все видели. Наблюдали своими глазунками, что Валькирия, Валькирия. То есть, да, по сути Такаратоми, в принципе, они ничего нового не... Ну, как бы, они остались в Такаратоми. Вот Валькирия, вот она, все. Друзья мои, вот такое у нас было видео. Подпискал, ставь, нажимай на динь-динь-дон, дики-дон. С вами был Чудж-чудж-чудж-чудж. Ровно спасибо вам всем, что были сегодня все здесь со мной. Всем удачи, всем пока, пока.